Раступились, обнажив провал невероятных размеров. Пулевое отверстие континентального масштаба — огромный колодец, ведущий в недра планетоида. Устье его бледно светилось, но в глубине царила непроницаемая тьма. Мы, рядом со мной неслись другие инки, угадываемые боковым зрением, нырнули в неё, не останавливаясь, словно путь был давно знакомым. Вновь зазвучал хрепловатый голос Прометея. «Чёрная Луна — это сложный многомерный объект, некая совокупность экстрамерностей, гроздь больших и малых измерений, объединённых в одну структуру. Наши предки знали это. Во время последней битвы они били невслепую. Мы обнаружили в кавернах останки древних земных кораблей. Их удары разрушили координационный центр. И чёрная Луна потеряла управление. Именно поэтому Земля не погибла. А последующее поведение заражённых носило бессистемный характер. Связь с Шардом была утрачена. Полная темнота сменилась извилистыми каменистыми тоннелями, спиралеобразным переплетающимся лабиринтом, наполненным колючими тенями. Он казался бесконечными ходами из полинских подземных червей, закручиваясь в самых неожиданных направлениях, пока вокруг опять не замелькали странные конструкции, тут же напомнившие о работе Ши. Острые грани, перетекающие в плавные обводы, дырчатые колонны и антрацитовые многогранники, свободно парящие в воздухе. Мы миновали огромные ступени и оказались в не менее огромном зале, заполненном странным алым туманом. В его глубине угадывалось множество странных, зловещих силуэтов, а пол был угольно-черным и словно бы живым. По его поверхности прокатывалась изменчивая рябь. Через мгновение я понял, что он просто покрыт сплошным слоем знакомой черной субстанции. Тьма. Мы знаем, что у всех систем Ши было управляющее ядро. Это основополагающая структура их цивилизации. Чем же оказался управляющий центр Черной Луны? Не буду рассказывать, чего это стоило, но мы нашли его. Вернее, то, что от него осталось. Мы двигались валом мареви, среди разрушенных конструкций, будто обглоданных огнем. Летели словно тени или бесплотная анима, не касаясь пола. Впереди из пелены выступили очертания большой сферы. Мертвой, давно выгоревшей изнутри, но при этом сохранившей легко узнаваемую форму. Множество многоугольников, образующих невероятно сложный рисунок, осыпалось, обнажив черное пустое нутро. Сомнений не было. Управляющее ядро Черной Луны оказалось братом-близнецом Стеллара. Даже не близнецом, а точной копией. Того самого ядра, что я видел сейчас перед собой. Страшная догадка. Ведь получалось, что... «Видишь?» — спросил Прометей немного устало. «Это третье, и самое важное, что ты должен знать. Черная Луна управлялась таким же Стелларом, что люди нашли на Синей Птице, только инфицированном тьмой. Дальнейшие выводы сделать нетрудно. Система Шарда функционирует подобно системам Бинаши. Высшее звено — сам Шард, материальное воплощение которого находится в грани. Второе — автономные Стеллары, управляющие Черными Лунами. Сотни пуль, посланные в обитаемые миры. Третье — эффекторы Стелларов, использующие первую тьму. Ну и заключительное звено — обычные зараженные. Все они связаны с помощью тьмы. Ксеноцита, созданного для принудительного включения азур сущностей в иерархию Шарда. Совершенно очевидно, что сигналом для Черной Луны послужил азур-нимба Стеллара, прибывшего на Синей Птице. Кроме прочих функций, любой Стеллар — а ретранслятор, способный контактировать с гранью. Он оставляет устойчивый отпечаток, маяк, по которому и обнаружили нашу планету. Злой умысел Ши, пославших птиц, или отсутствие выбора. Мы можем только гадать. Очевидно одно. Стеллар способен управлять Черной Луной. Он может взять под контроль ее системы, оживить ее и увезти с земной орбиты. И это единственный реальный способ спасти Землю и человечество. Мой собеседник вздохнул и замолчал, еще раз облетев вокруг мертвого ядра Черной Луны. Затем заговорил снова, с нарастающей звенящей уверенностью. Других вариантов нет. Знаешь, мы долго пытались спасти Землю, стараясь восстановить задуманную предками систему. Город, Первый Легион, сеть монолитов с терминалами, оперативная ликвидация Озон, тревоги, борьба с чудовищами. Все это следствие наших попыток. Пока мы не поняли, что лечить симптомы бессмысленно. Нужно ликвидировать очаг болезни. А это Черная Луна, ее А-излучение и осколки, которые рвут ткань мироздания. Открывая окна в грань. Пока мы не избавимся от нее, Земля будет меняться, и человечеству уже не останется места на этой планете. Итак, твоя самая главная задача – доставить наше ядро на Черную Луну и подсоединить его к системам управления. Найди способ это сделать и отправь Черную Луну прямо на Солнце. «Уничтожь ее». Это будет означать конец Стеллара, конец всех инков. Но даст людям Земли шанс когда-нибудь вернуть себе дом. Понимаю, звучит кощунственно, но другого варианта у нас нет. И выбора тоже. Сейчас я использую нейропломбу, чтобы скорректировать ключевую директиву Стеллара. Именно затем я вел тебя в ядро. Все просто. Создатели системы Стеллара позаботились о безопасности. И, стань известно о наших намерениях раньше, Стеллар постарался бы уничтожить угрозу своему существованию. Только гранд-легаты, администраторы системы, могут менять ключевые директивы, находясь в ядре. А я, увы, не смогу выбраться с Черной Луны, сохранив звание и личность. Ты, наверное, не понимаешь, почему. Попробую показать. Картинка неуловимо изменилась. Я осознал себя в необычном месте, внутри огромного каменного октаэдра, чья поверхность напоминала гигантские многоугольные соты, каждая ячейка которых легко вместила бы группу людей. Часть этих ячеек была хаотично заполнена округлыми яйцеобразными конструкциями, покрытыми пульсирующими венами азур-узора. Большинство яиц казались разбитыми, поврежденными. На стенах октаэдра виднелись огромные трещины, а пол громоздился торосами вздыбленного камня. Саркофаги. Разные, большие и малые, но именно они. Из такой штуки я вылез на свет без памяти уже на Земле. Значит, сейчас Прометей покажет мне, как всё начиналось. Мой предшественник заговорил за кадром, комментируя происходящее. Кольнуло странное несоответствие. Тембр и настроение Прометея были несколько иными, чем минуты ранее. Словно нейропломбы записывались в разное время. Или поверх уже записанного видео. Наших сил на Чёрной Луне оказалось недостаточно. Я проиграл. Мы не справились. Флот погиб. Первый легион разбит. Умерли очень многие. Прорывы уничтожили все наши лагеря. А уцелевшие предпочли сбежать на исправных кораблях, бросив всех остальных здесь. Человеческий фактор. Я ощутил горькую усмешку после этой фразы. Словно показала себя обратная сторона человечности, на которую всегда ставил Прометей. Несколько разрозненных отрядов были вынуждены уйти в глубины, в том числе и наш. Мы нашли уцелевшие саркофаги. Появилась возможность эвакуации. Но выживших было гораздо больше, чем посадочных мест. Вокруг стояли люди. Вернее, инкарнаторы. Много. Я не мог сосчитать в туманной дымке точное количество, но не менее нескольких десятков. Оборванные плащи, тусклые, поврежденные доспехи, замотанные грязными тряпками лица. Ничего не осталось от гордости и блеска Первого Легиона. Толпа отчаявшихся бродяг, почти утративших человеческий облик. Сколько они скитались в недрах Чёрной Луны? Годы? Десятилетия? Странное зрение Прометеева угадывало среди них бесплотные силуэты, похожие на призраков, практически лишённых тел, поддерживаемых только струящейся внутри спиралью тьмы. Она была тут везде. Блестела в глазах инков, струилась в разрезах кибернетической брони, наполняла их изнутри. Все они стали одержимыми. Но я до сих пор не видел, что произошло с моим предшественником. Он не показывал себя со стороны. Случайно или намеренно. Постарайся меня понять. Я создал Первый Легион. Не хочу и не могу бросить тех, кто доверился мне. У меня есть возможность спасти их. Вернее, попробовать это сделать. Если ты слышишь меня, значит, у нас всё-таки получилось. Смотри, ты должен это знать. Мы закончили погрузку Умбры. Умбры. Умбры.